И еще об одном из фигурантов дела о разговорах олигархов. Число дня 475. Именно столько судебных заседаний по уголовному делу против Айвара Лэмбрекса прошло в Рижском окружном суде. В этом году исполняется уже 10 лет с того момента, как его официально отстранили от исполнения обязанности мэра Венспилса. Несмотря на это, его влияние в городе ничуть не стало меньше, считают в обществе за открытость Делна. Отстраненный от исполнения обязанностей мэра Венспилса. Именно так звучит должность Айвара Лэмбрекса. И от исполнения обязанности его отстранили 10 лет назад. За эти годы, пусть и не по своей воле, но дорога в Венспилс, Рига и обратно до отстраненного мэра стала хорошо знакомой. Так как в Рижском окружном суде с 2008 года рассматривают уголовное дело, в котором он и является главным фигурантом. Против Лэмбрекса в общей сложности выдвинуто 15 обвинений. Суть в том, что Лэмбрекс, используя свои должности, устроил бизнес в Венспилсе таким образом, что выгоду от сделок получало его же обшорное предприятие. На сегодняшний день по делу состоялось 475 заседаний, а запланировано было 575. Участники процесса болеют и порой не являются в суд. Почему суд против Лэмбрекса длится так долго? Обвинение отмечает постоянные необоснованные заявления в суд со стороны самого Лэмбрекса и его защиты. Кроме того, вопросы, на которые однажды уже был дан ответ, защита продолжает задавать снова и снова. И это серьезно затягивает дело. На одном из судебных заседаний защита Лэмбрекса подала в суд сразу 20 заявлений. И это очень много. Сам Эйварс Лэмбрекс говорит, дело затягивает прокуратура. Там несколько раз меняли обвинения. Кроме того, обвинения неточные и бездоказательные. Все время мне мешает давать показания прокурора, особенно юрису. Он все время скакивает без разрешения суда. Он командует судом. Он ведет себя как барин на першестве своего взятия. Это недопустимо. Он не дает давать показания. Очень много времени тратится на разные нужные споры. Но несмотря на то, что Лэмбрекс отстранен от исполнения обязанностей мэра города, фактически эта мера пресечения не работает, говорят в обществе за открытость Делна. Фактически Лэмбрекс также активен на заседаниях Думы и комитетов. И, возможно, он все еще является тем, кто руководит работой в Думе. Ведь, по сути, мы пытаемся добиться того, чтобы Лэмбрекс не мог участвовать в принятии решений, которые затрагивают его личные интересы. Прямо или косвенно. Его мера пресечения служит этой цели? Выглядит, что нет. Будет ли прокуратура просить суд пересмотреть меру пресечения, пока неизвестно. Когда дело против Лэмбрекса может завершиться, не прогнозируют. Я надеюсь дожить до 120 лет, когда этот суд, может быть, и закончится. Результат сегодняшнего заседания таков. Лэмбрекс продолжил давать показания по делу и уже в третий раз получил штраф в размере 380 евро. За то, что давал их не по существу. Сергей Герасимов, Ингус Граудин, Шлатвийская телевидение.